Проверка явных участников процесса. Прошу секретаря судебного заседания доложить о яфте. Здорово. Здорово. Да. Испец. Смирнова Вера Николаевна. Здесь, да. Нет, пока присаживайтесь, просто доложите о том, кто явился. Представитель листа. Расскажите, явился, да? Представитель листа, пока у нас не явился, потому что у нас документы есть. Вы заявите в подательство о том, чтобы она приняла ввести поделиться. Представительство, да. Отлично. Свидетели все пришли? Все вызванные повестками свидетелей? Свидетели. Все? Все. Все. Все, хорошо. Спасибо. Спасибо. Устанавливается личность явившихся участников процесса. Вести встанец, пожалуйста. Назовите фамилию и отчество, год рождения, домашний адрес, и отчество, место работы. А права у Екатерина Ивановна? Да. Ну, любую свою называю. Я встанавливалась в 4-182-го года. Встанавливалась в 4-182-го года. Встанавливалась в 88-го года рождения. Проживаю в улице Велико, дом 22-го, дом 01. Работала в Медельце. Сейчас где работаете? Сейчас время безработное. Временно безработное. Присаживайтесь, отречек. Да. Собственно, мы просили отречку вот сюда, если вы скидывали. Встанавливалась в 1-2-й. Назовите себя. Тутова Валера Александровна. 14-o-89 года рождения. Проживаю в курсную педагогу, встанавливаюсь в 3- Lucky. Работаем? Да. Много ростов Устанавливалась в 1-й. Встанавливалась в 2-й. Встанавливалась в 3-й. Встанавливалась в 3-й. Да, потому что вы скидываете. Встанавливалась в 1-й. Обработала в Тобавковке. Работала в 2-й. Материал дела имеется встать и приказ о назначении вас к руководителям. Вы с какого периода тогда будете? С 2005 года. С 2005 года в настоящее время. Дисаживайтесь. Следите, попрошу встать. Следите по делу, попрошу встать. Все следите, попрошу встать. Прошу покинуть зал судебного заседания. Вы приглашены судебные. Постойте, пожалуйста. Отчиньте, пожалуйста, подкидок. Так, вы судеб Молозов, не предберяйте, выходите в зал судебного заседания. Ваши честь. Объявляется состав суда. Дело слушается. Под председательством судьи Калинина с участием в заседании судебного заседания Сергеевой по делу принимают участие прокурору Янова, помощник судьи Сычева. По делу приглашены в качестве специалистов Дудко Ларисы Коклентьевны и Анатольевны. Встаньте, участники процесса. Встаньте. У вас нет ли отводов состава судебного? Я вас не внаходила. Согласны данным составе рассматривать дела? Нет отводов? Присаживайтесь. Ну, давайте мы процедуру, которая на сегодняшний день установлена, участники процесса обращаются к суду, отвечают на вопрос суда стоя. Мы будем считать, что за необходимость экономии время, что все так у нас, так сказать, и будет. Итак, стороны стоя выслушивают пояснения и разъяснения о том, какими правами и обязанностями вы обладаете. В соответствии с статьей 9 Гражданского кодекса, стороны, естественно, ответчик имеют право давать объяснение по материалу дел, заявлять ходатайство, представлять доказательства, участвовать в их исследовании, знакомиться с протоколом судебного заседания. В случае получения решения согласия с ним имеете право на обжалование. Сторона понятны право давать объяснение? Понятно. Какие ходатайства до рассмотрения дел имеют в сторону? Естественно. Прошу привлечь в качестве представителя, это считает, как интеллекта, представителя Смирнову Николаевну. Допустить в качестве вашего представителя Смирнову Веру Николаевну. Отвечу к вашему мнению. Не отражаете? Не отражаете. Прокурор? Не отражаете. Вы заключение даете о возможности допуска в качестве представителя юстиции данного человека. Привет, Николаевна Стандин. Назовите себя. Вы граждане, домашние. Я отреки. Спасибо, что все сказали. Примечательно. Я разъясняю вам ваши права. Вы, как представители, обладаете фономом или такими же правами, как истец. Перечислять не буду. Присаживайтесь. Ответчик. У вас ходатайство есть до начала рассмотрения? Да. Я так и сказала, что вы спустите в качестве представителя Штатного юриста или Александр Александрович? Понятно. Встаньте. С правами я вас ознакомила. Имеете права такие же как истец в полном объеме. Для подтверждения полномочий в деле имеется договор, в котором прямо указан пункт о возможности предоставлять интерес компании. На основании договора. Так, слушаем мнение вне инвестиций. Не надражается? Не надражается. С специалистами сейчас с вами будут писать разговоры, заключение ППО. Считается возможным. Существующаясь на месте определил. Допустись в качестве представителя ИССА, Смирнова Глера Николаевна, в качестве ответчика Кирилла Александровича, вынесу определение. Пожалуйста, занимайтесь рядом с ответчиком. Допустимое место. Спасибо. Даю заключение специалисты. Дудку Ларису Владимировну. Вы, кстати, с работой в вашем заведении, выкидывали с этим. Достоверение. 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 Пожалуйста, секретарю. Она напишет, что нужно удостоверение, да, с какого по какого. И оборот, пожалуйста, Анатолий, да? Выкидывали. Достоверение представителя подкома в ВНТРК в качестве свидетелей запрашивает. А нам нужен специалист независимый. Вы откомы представитель. Анатолий, как инспектор и юридического монтированства. Старший специалист. Подкома в качестве свидетелей. Да, вот, то есть, понятно, но у вас тоже посредине есть полномочия с вами, пожалуйста, присаживайтесь, я вам стою и объясняю ваши права как специалистам. Вы в коде рассмотрения дела имеете право задавать вопрос со стороны, вопрос задавать, и по результату рассмотрения дела обязаны давать заключение. Письменное заключение, ну, мы вас так пропустим, это обстоятельство, вы считаете, что вы говорите, письменное заключение давать. Мы вас предупреждаем в уголовной выставке, задавайте должное заключение, и о том, что у вас будет в пределе, там, пожалуйста, секретарь, разписывайтесь, расписывайтесь. Так, в каких отдастах есть у участников процесса еще? У нас в последствии они не имеются. Не имеются, а свидетелям. А, нет, свидетели у нас в исковом цепени указаны, у нас все, ну, если вы уже пришли. Мы не обсуждаем вопрос о рассмотрении дела со свидетелями, потому что все свидетели явились. Сейчас необходимо начать рассмотрение дела по существу. Для этого я докладываю материалы дела из ложного искового заявления, опуская эту процедуру. То есть судья зачитывает исковое заявление и с вами, с словами, объясняет то, что я вам объяснял изначально. Ситуация нам с вами известна. Начинается выслушание и объяснение старого. Мы начинаем с слов всегда. Истица, пожалуйста, кто из вас будет выступать? Представитель будет выступать? Пожалуйста, слушаем. Значит, вы поддерживаете исковое заявление, просим оставляем каждую сумму. Что дополнить к тому, что есть исковое заявление, потому что в сторону содержания будет знакомо. Что еще хотите, хотели бы подошелось? Мы считаем, что при заключении сестивки срочных судового договора, подключить вам были нарушены нормы договора не понадобятся. Какие? Согласно, значит, статистике срочного судового договора следует учитывать, что такой договор заключается, когда судовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера повторяющей работы, либо условия ее выполнения действий, но не будет стоить судового договора, самыми федеральными законами. Значит, согласно произведению 1-го Верховного суда Российской Федерации, от 17-го марта 2004 года, наверное, 2-го, о применении в данной Российской Федерации трудовой от Содекса Российской Федерации, если срочный трудовой договор, просто заключен, для выполнения определенной работы, в случае, когда ее выполнение не может быть определено в конкретной дате, ну, считать такие договора обычными трудовой договорами. То есть у меня все снижение договора, а мы опыты договора зарабатывали. Вы расширяете рамки искового заявления, потому что на исковое заявление вопрос отместали. Да, мне так важно. То есть вы расширяете рамки искового заявления, то есть просите изменить исковые требования, доходы, там не уточните исковые требования, участие признания срочных трудовой договоров в период с 2006 по 2009 году, когда заключены на меня определенные сроки. Понятно. Первая позиция. Еще что? Ну, все. Все? Все? Все. Вопросы, ответчик? Повторите, кто будет вопросы задавать? Вопросы по каким? У вас нет вопросов? Нет вопросов? Специалистов? Пожалуйста. Нет вопросов специалистов? Прокурор? Спросите. А вот можно и сказать? В форексе, да, у нас, например, мы освоим, это и другие основания заключения срочные договоры, когда вы его обучили, или вы это? Ну, в данном случае мы считаем, что в теми договорах, которые были с отключением с истинцией, с истинцией, да? Существует эти положения о том, что, как с ним указано, да, наименование, то есть полностью подлежит то, что указывается в договоре по знакомым и срочным трудовым договорам, то есть время работы, место работы, сроки работы, договоры там, которые указывают. Это на тренинг? Это личное положение? И в данном случае, как бы, истинция выполняла на протяжении всех этих трудовых договоров, договоров, это вполне, да, какие-то там одну и ту же трудовую обязанность, то есть она являлась, именно ведущая радио, где радио, которые надо в разной передаче. Да, на одной должности садилась, в первой передаче, в первую передаче, в первую передаче. Можно, если я вдруг, то есть, да, я совершенно не читала. Переждительный передач. Есть основания, ну вот, наверное, мы знаем, что из искового заявления у нас, если является, учащийся, А вот на тот момент, да, на очном отделении учился, на очном отделении. Вот это вот является, как мы знаем, что является основное исключение срочного трудового, этого, считаете, неправомерного, все равно заключился неравнодатель срочного трудового. Так, пожалуйста, вопрос, опять, почему вы считаете, что было заключено неправомерного вопроса? Потому что у вас написано на документе трудового договора, снимаю вопрос. Снимаю, поставьте трудовый договор, материалы дела, предложим поставить замену, вы знакомите со всем материалами дела. Еще вопросы? Есть вопросы? У меня вопросы. У меня непосредственно вопросы есть. Скорее, пожалуйста, какую трудовую функцию выполнять в этом году? Я была в будущей, собирала информацию. Как часто вы работаете? Я работаю в режиме, я работаю в режиме, я работаю в благодаренном слабе. Сколько часов? Рабочий человек едет на 8 часов, 40 часов в неделю. У нас право ходить. С 8 до 17 часов, находились каждый день, кроме сегодня, в воскресенье, благодаря вам. Понятно. У вас есть, присаживайтесь пока. У вас есть конкретный юбилея? Да, в дом, конкретный кабинет, где я... Место работы? Место работы, да, где у меня было. Другой кабинет, видимо, микрофон, номер два. На каком этаже? На третьем этаже. В третьем этаже. Кто там еще был? Помимо, у меня была помощница, которая мне помогала. Помощница? 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 Помощница предыдущего. Помощница предыдущего, либо оттенов от семьи, а, может, не предыдущего, или нет. А вы, конечно, сидите за елкой. Да, надо емно просто сидеть. Часы с 8 до 18, если я у вас правильно не могла находиться. И здание выгодное, когда каждый день, в принципе, это воскресенье. Как всегда славит. Славит. Главным главным? Не просто. Просто. Просто ждать. В какой период начали работать в этой компании? В 19-м году. В 19-м году. И по-настоящему времени работали в этой компании. А из старой отечества знаете? Да. Неприятных отношений не искать до сих пор нормальных отношений. Очень хорошо. Предупреждены об ответственности за дачи данных показаний. Завтра задачи показаний. Понятно, о чем предупреждены. О том, что правда будет говорить, пожалуйста, там нажмите строчку, и секретаря. Распишитесь. Распишитесь. Слушаем вас. Да, пожалуйста. Вопросы, отвечу. Скажите, пожалуйста, а как институт начислял заработной оплату? Отчасти на это начало. Заработной оплату она получала по... Да, по выполнению работы. За результаты, ну, в тюрьме, как работа. Раз в три месяца. Все вопросы? Больше вопросов нет? Задавайте вопросы. Время будет? Ваши вопросы. Вы в обстоятельстве заключения договора с юстицией располагались какую-то информацию? Да. Ну, в этом пути идите с нами. При каких обстоятельствах заключался договор с юстицией? С ней заключена гражданского половой договора. Нет, но у нас взяли о трудовой договоре. При каких обстоятельствах заключался? Вам известно что-нибудь? Ну, известно, что он по устной договоренности заключен. Почему? Так, кто знакомствует? По двойной палечке. Кого с кем относится? Дружеские отношения с матерью юстицией? А вам-то откуда это известно? Вы-то что-то присутствовали при этом разговоре? Да, я присутствовал. А, вы присутствовали при этом разговоре? Да, я присутствовал. То есть в вашем присутствии шел разговор о необходимости подстройства в 2006 году? Вы, то есть вы с ним не откуждали этот вопрос, как выглазали? Не нужно откуждали, а я бы в курсе этого разговора. И вы согласились? Там совершили у кого-то? Ну, чирило согласились. А, да. А, чирило согласились, и давайте на нарушение сканалинства. Так, все понятно. Так, еще вопрос, открытие. Ваши дети? Ваши дети? Ваши дети. Ваши вопрос. Нет вопросов. Вестите? – Скажите, пожалуйста, какая полководная система существует в основном? – Альтернативная система существует на стране? – Альтернативная система существует на стране. Ваши официанты на каждом массажах. Непосредственно Ваши. 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 Волоколей. 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 А. Скажите, пожалуйста, непосредственно на чтение заработной клавиузской валищи компанииamız. Вы занимаетесь занимающими профессионами? Хмм. Волоколей. 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 Потому, что blindly главный орган с AI. Д Zusammen. Волоколей. Волоколей. То есть, в принципе, Вы не о святой длине, а о том, какая заработка для златы, каким сотрудникам вы являетесь, за какой период времени. О святой длине у Вас есть такая информация? Нет, такая нет. Почему у меня нет? Вы же видите, я не побояюсь. На этом все. Не прошу. Вы все обещали. Кажется, вам понравилось. Я не знаю, что я очень знаю. Скажите, пожалуйста, Вы не в курсе, случайно, а вы все знаете. Насколько часто истина похищала свое рабочее место. Как часто вам понравилось? Раза занесим на наследие, но раз, три может быть, раза в неделю. Раза, два, три. Вы непосредственно видели ее в этот момент, да? Мы встречались не чаще, чем я. Встречались, не чаще. Раз, я могу не думать. Скажите, пожалуйста, непосредственно с вами какой договор? Почему это? По какому договору? По договору, по. По договору, по договору. В общем, в сексе, да, вот это да. Скажите, пожалуйста, поощрение, да, хорошую работу. Вы пустите, вы плачете из каких-либо? Какие, может, идей? Причие, какая-то денежная, что-то, да. Зараз, неделю, не знаю. Зараз, неделю, не знаю. Зараз, неделю, да. Скажите, все остальные заработные платы в вашей организации как получают? Трудомограмм. Ну, понятно, что вы думаете, ведомость, да, несли вы впечатления на карточку зарплатную? Так уж желание не будет, это разумеется. Не знаю, я сказал, что он помнит, то есть не нравится, но лучше писать. На них вопрос. Не думаю, я еще не покажу. В трудовом договоре предоставлено написано материальное поощрение, материальная помощь к отпуску. Там достаточно большие суммы. Скажите, о чем? Я сейчас не про отпуск спрашиваю. Прописано в трудовом договоре вот эти поощрения. Вы скажите, как компенсации они возникают? Полторы тысячи, три тысячи в другом договоре. Все это знают. Все это знают. А подскажите, пожалуйста, кто такой произнос у вас нахвал? Обращение на граждане на граждане? У вас или у вас? У вас? У вас? У вас? Скажите, как вы видите, тот факт, что перечисление индиционной контракт в Российской Федерации на нынешний счет истинкт. Как вы можете объяснить этот факт? Кто перечислял? Мы перечисляли согласно обществу. А кто? Гражданские правовые взаимоотношения? Да, да, да. Потом были от гражданских правовых отношения. Это было перечисление. То есть непосредственно только за то в провисок времени, которое было указано в договоре. То есть три месяца сработала? Да. Вместе. Вместе. А бабки бюджетные правы? Да, абсолютно. В бабки бюджетные правы? Отчисления не производили? Они бюджетные. Медицинского ступора. А бабки? В тот же день. В тот же день, что их несет? Да. Производили очисление? Нет. Почему? Гражданская правовом? Почему гражданская правовом заключается? Вы не понимаете, вы этим не занимаетесь, у него другая функция, он зарплатит, зарплатит. Так, еще? Нет вопросов? Нет вопросов. Последний свидетель у нас, пожалуйста, человек как-то. Вы отсутствовали в списке на допросе дополнительного свидетельства на допросе дополнительного свидетельства? Да, шикарно. Что, автомат снимает? Не делай это. Да. Вот, девочки, мы с вами можем обсудить, потому что она не сидела за свидетельством на заседании. Извините, когда вы с тобой человеку называете? Ничего не нравится. Так, по мере и милоческого спасибо сказали, год рождения назвали. Где работаете? Работаю главным директором. Главным директором, директором компании, угадали. Вас предупреждаю, вам главным директором, задавайте, вы не указали. Пожалуйста, распишитесь на одной из черточек. Распишитесь. Расписались. Спасибо. Стороны вам известны. Есть лица ответчик? Конечно. Знакомы с ними? Неприятных отношений не испытываете? Нет, не испытываете. Слушаем ответчик. Вопросы ваши? Скажите, пожалуйста, вам интересная ситуация, естественно, по поводу разговора? Нормально. Интересная ситуация. Спасибо. Вы уже мой красавец, да? Сюда были. Он назывался, конечно. Мы находились в погонках вместе с начальником. с начальником отдела кадров. И главным директором. Пришла женщина, подруга нашего концерта кадров. С ней девушка. И просили о ней. А девушку выбрали, значит, на работу. И просили они о том, чтобы мы поставили в трудовой книге. Ну, запись, запись о том, что она у нас работает. Работает постоянно. То есть запись должна быть по сторонам. Вопросы задавайте. А по факту. По факту она исполнена обязанности, или нет? У меня есть обязанности которых. А наша обязанность исполнена по гражданской правовым договору. Вопросы задавайте. Скажите, пожалуйста. А Вы как-то с ней работали? Не можете сказать, как часто она посещала работу? Примогали ли ей? Как главное, не дали ей работать? Ну, постепенно, конечно. Посещала. Но не так часто. А в 12 неделю, когда мы были в пятницу, в магазине, в магазине, в магазине. То есть, у нас есть сестра. Вот. Конечно, она, конечно, она, то есть, полноравленности не так все работали. То есть, не с утра и до вечера, а умение предыдусти, выполнение, когда застег. А Вам не заметили, что она играла в санкции? Конечно, да. Она не рассказывала, что у Вас как-то посылось на шее в санкции? Да. Да, да, да. Конечно, она рассказывала. Мы с ней были в пустое, что она, что она, что она очень, что она очень. Она знакома лично. На видео отключилась. В общем, она совсем замечательная. Она очень привеждая к винициям будет. И вот, при сегодняшнем, она умудрялась, что приезжайте нам в санкции. И вот, понимаете, что я там обязан за свои деньги не имею? Приезжайте. А кто у нас теперь? У Вас система выпускает? Или кто? Да. У вас. У нас все очень строго. На камеру. У меня есть еще вопрос. Нет вопроса. Пожалуйста, стильте. Продайте с Вами с вами. Это Ваш начальник непосредственно? Угу. — Скажите, пожалуйста, при приеме на работу сотрудники, которые хотят устроить сотрудничество, они проходят собеседование? — Разумеется. — Извините, проходило собеседование? — Да, конечно, проходило. — Непосредственно кем проходило собеседование? Вот и кем-то еще кто присутствовал? — Вначале она прошла в процедуру собеседования, как будущий сотрудник, она вас построила, и вы дали распоряжение, значит, оформить с ней договор, да? — Именно так. — Именно так происходит. — Есть еще вопросы? — Мастерство, вы слышали объяснение? — Это право передумано. — Вы подтверждаете факт беседы вашей матери с начальником матери? — Да. — В его присутствии? — Не подтверждается. — Не было этого обстоятельства? — Не было этого обстоятельства. — А что вы дошли? Что она пришла отправиться на работу, побеседовала? — Нет, это было направление. — Все понятно. Вы не подтверждаете. — Скажите, пожалуйста. — Данное обстоятельство не подтверждается. — А чем вы можете объяснить такую разницу в показаниях? — У вас нет неприятных отношений со свидетелями? — Неприятных отношений нет, но я предупредила тут слово. Руководитель не хочет быть ответственным. И поэтому непосредственно бухгалтера, главного редактора, непосредственно... — Непосредственно. — Все понятно. — То есть, это реакция. — Надо ставить вопросы, специалисты. — Вы, как непосредственно руководитель, имели претензии к качеству выполнения правов? — Ну, если вы знали, как сказали, что у нее гражданско-правовой договор, почему вы не искали возможность, как руководитель, принять ее на штатную единицу? — Нам нравится, что вы знаете, что она отличница. Так и капель нельзя разбрасывать. — Рано или поздно студентки становились специалистами? — Почему вы не предприняли нас руководить? — Разрожье в том моменте, когда она была студенткой училась? — Ну, она училась год, там, полтора вопросов. — Принято. — Почему вы не предприняли? — Не предприняли ничего для того, чтобы, если вы знали... — Штатное расписание федерального седарства монетарного предприятия утверждается в Москве. — Я буду вам ответить, что он не мог изменить штатное расписание. — Ну да, не мог изменить штатное расписание. — Вы говорите, что она приезжала по три раза в неделю, за сорок минут, проводила передачу, но какое-то время нужно было, чтобы передача проверила ее информацию, то, что она собирается ставить в эфир, она должна была получить какое-то задание, допустим, выехать куда-то, взять полный интервью, как вот это вот время согласуется все в предприятии? — Да, 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 да. — То есть, вы читаете документы, которые в бонусе журналисты-предприятия? — Ну, то есть, вот, она всегда проводила передачу. — В каком передаче? — Это важно? — Да, очень. — А то, что вас проводите. — Ну, хоть хоть новость. — То есть, так новое, вы знаете, я на 17 лет. — Забыл, давно было, да, забыл. — Забыл. — Да, еще. — Да, про коммурацию, как к нему, к начальнику, естественно, обращаюсь, чтобы в отпуск пойти. Вот, говорить, хочу в отпуск. — Нет, конечно. Мне просто такого неба я сейчас не знала, что мне не положено ее отпуск. — Сулак, я вам говорил заранее. — Хе-хе-хе. — Она была не универтической, а это не отравнивая. — Еще есть вопросы? — Да, вопросы. — Я вопросы приставлю. — Спасибо.